Хасан Басари говорил, наступит такое время, когда вы зайдете в мечеть и не увидите там богобоязненного своих молитв, набоженного человека своих молитв, как будто он о сегодняшнем дне говорит. Если посмотреть на сегодняшний день, Субханаллах, уже и Камад сказали, он достает телефон, смс-ку последним досылает, отвечает на звонки, да, сейчас я приеду, помолюсь и так далее. Субханаллах, нужно оставить, ты зашел в дом Аллаха, Субханаллах, перед кем ты стоишь? Перед Всевышним Аллахом, Субханаллаху, если ты захочешь к какому-то директору, к министру, ты не будешь, ты отключаешь телефон, оставляешь его в машине, а ты зашел в дом Аллаха, Субханаллах, к нему ты обращаешься, Малик-Аль-Мулук, царь всех царей, перед ним ты стоишь, Субханаллаху, Субханаллаху. Зейнуль-Абидин, это Али, сын Хусейна, сын Али, сын Али, сын Абиталиба. Он перед тем, как перед намазом брал тахарат, сразу же его лицо менялось и желтело. Те, кто рядом, говорят, что с тобой случилось? Почему твое лицо пожелтело? Это еще перед намазом, не в намазе, перед намазом. Знаете ли, перед кем я сейчас буду стоять? Боялся. Если мы хотим быть богобоязненными в намазе, то нужно думать, что это, представлять, что это последний намаз. Может быть, уже последний сегодня намаз мы прочитаем, может быть, до следующей намаза мы не доживем. Поклоняться Аллаху, Субханалу, Субханалу, как будто ты его видишь. Если ты его не видишь, то он тебя видит. Представь рай и ад справа, слева. Сырат, на котором мы будем все идти в судный день, под собой представь. Посмотри, что завтра ты уже уйдешь с этой жизни. Тебя положат в могилу. Всех нас положат в могилу. Размышляй о своей могиле многого у Абдуллаха. Потом скажи Аллаху Акбару. И размышляй об этом намазе. Успокойся в намазе. Размышляй то, о чем ты будешь читать в намазе. Тогда, иншаллах, твой намаз, иншаллах, наш намаз будет. Обретем богобоязненность. Абдул-Азиз лейлатан фаэхаза ябки, ва хуа юсалли. Мин аятин караааа. Мастатааа ан юкмилэха. Умра ибн Абдул-Азиз читал намаз. И не смог, когда дошел до аята, не смог его закончить. Весь намаз у него в этом аяте был. Всевышний Аллах говорит, я предупредил вас об аде, который горит, пылает. Войдет в него, дабы печься в нем лишь самый несчастный. Не смог закончить аят. Заплакал, расплакался и повторял этот аят. И так он плакал. И все мусалли, все, кто с ним читали намаз, заплакали, что мечеть затряслась от такого плакания. Такие были сподвижники Салихин, как Зубейр. Если он молился, он подобно столбу. Стоял, не двигался, не отвлекался. Полностью был направлен на свой намаз. Янзур иля мауды ас-сужуд. Смотрел на сужуд. Не смотрел по сторонам. Не доставал телефон, не проверял. Смотрел только на сужуд. Я вилюна кулля ма ижгилюна хум фимусаллахум. Все они знали, чувствовали, что Аллах на них смотрит в этом намазе. Ам. 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 Субтитры создавал DimaTorzok